Приветствую вас. Знаете, вот, у меня при прочтении вашего текста сложилось какое-то ощущение такое, знаете, ощущение резкости, что ли, ощущение какой-то такой сполярности. Поляризация. То есть, что вы как-то очень дёрганно себя ведёте. Дёрганно неспокойно. Хаотично, наверное. Я бы тоже так выразился. Не то, чтобы... Не то, чтобы я считал, что это обязательно плохо для вас. Но, на мой взгляд, подобное может, конечно, мешать. Очень сильно может мешать. Вот. Потому что, ну, получается так, что вы, попросту говоря, не свободны. В своих действиях вы не свободны. В том, что делаете. Вас, грубо говоря, разъедают определённого рода сомнения. И для меня это, конечно, показатель. Показатель того, что вы не уверены в себе, в первую очередь. Да, показатель того, что вы сомневаетесь, сомневаетесь, как-то вот сомневаетесь, ну, не знаю, в своей, может быть, ценности для человека. Вот. И просто у этого, возможно, есть свои причины. У этого, возможно, есть свои основания. Но, если свои причины и основания этого есть, то лучше, конечно, их выяснить. Лучше, конечно, их выяснить. И лучше, конечно, над ними поработать. Вот. Потому что, то, что вы мужчину пытаетесь воспитывать, то, что вы сами-сами своего молодого человека подстраиваете под определённые стереотипы, но пытаетесь это сделать. Но это не очень хорошо, на самом деле. И, на мой взгляд, ситуация крайне, ну, крайне-крайне не хорошая складывается. Что вы постоянно недовольны мужчиной, да, недовольны тем, что он делает, недовольны тем, как он себя ведёт. А он, на самом деле, такой, как он есть, меняться, в принципе, ему не нужно. Вот. Да, ваш мужчина, он достаточно такой, видимо, пассивный. Вот. Но... Считается ли, считается ли, что это плохо? Можно ли считать, что это плохо? Конечно. На мой взгляд, ответ отрицательный. Нет, нельзя. Потому что... Мужчина, он... Просто... Он просто такой. И всё. И нельзя считать, что это плохо, конечно. Но вопрос заключается в... 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 Совершенно по-другому ситуацию рассматривать, а то, чем что-то. Вот. Дальше, ваше чувство, что вы нарезываетесь, но, конечно, так же, на мой взгляд, происсякает из-за какого-то страха, из-за неуверенности в себе и прочего. На мой взгляд, в этом также может быть определенная трудность и сложность для, потому что, если вы что-то делаете для человека, например, то это не навязывая, при условии, что вы это делаете для него. а не для себя. Но, если вы это делаете для себя, пытаетесь что-то делать для себя, то вот в этом случае, конечно, ситуация проблематична. В этом спору нет. Поэтому, определитесь, пожалуйста, зачем вы делаете что-то для молодого человека. Еще один важный момент заключается в том, что вас объединяют. объединяет. Если достаточно мало вещей, которые вас объединяют, то ничего удивительного в том, что ваше общение про себя. То есть, вам может быть хорошо вместе, вам может быть приятно вместе, вам может быть комфортно вместе. но простите, если называем достаточно мало общего, то ситуация может быть очень и очень неприятным. то есть, может быть, чрезмерный акцент на гендерную позицию. Вот. То есть, именно на гендерную позицию. То есть, что значит на гендерную позицию, то значит, акцент именно на то, что вы мужчина и женщина. Вот. А не на то, например, что вы в первую очередь, к примеру, люди. Вот. И эта ситуация достаточно сложная, на мой взгляд. Но, вполне разрешим. Дальше. Парень 27 лет не против того, что я проявляю инициативу по поводу встречи прогулок. Ну, а вы-то сами не брать. Казалось, им не нравится им билет, я говорю, что им тоже нравится. Но когда я предлагаю на вас сессию, ответ на межзенитые лидии. Я зовут и не может. Наоборот, иногда я не могу. Ничего выразумительного больше. А что, по вашему мнению должно быть более, более выразумительного? Что, по вашему мнению? То есть, почему вы считаете, да, почему вы считаете, что должно быть что-то более, что-то более выразумительное здесь. Вот. Ну, для меня, просто не совсем понятно, что вы имеете ввиду здесь. что-то более выразумительное. Вот. То есть, вам, получается, чего-то не хватает. Вот. Но оправдик начается в том, чего вам не хватает. Чего и почему, почему вам не хватает. Вот. Там тоже очень, очень, вполне момент. Дальше. До этого, два в кино, в другой раз гулять, в кафе, если бы все были хорошо. Ну, не очень понятно. То есть, что-то изменилось. Получается, как только вы сказали ему, что вам нравится, не давали время, он стал меньше, меньше, проявляться. Инициативу. Или что. Или что. Эм. Так. Когда договорились встретиться, воранее договорились за этот день, я позвонил дачу снизу. В результате он пишет, что один самый трудный, просто взялся, он устал, и хочет отдохнуть. Я обидел вас. А на что вы обиделы? Что именно вас обидел? Почему вы считаете, что молодой человек не может и не должен так поступать? Воконник звал встретиться, я не смогла, предложила. В другой день хорошо провели время, втябре собрались. В конце встречи я так спросил, когда следующее. Ну, возможно, здесь вы чересчур как раз таки давите на молодого человека. Сейчас сюда все давит. И не позволяете, образно говоря, не позволяете ему чувствовать себя более, ну, более, более корректно может быть, более и более комфортно может быть. А то... То есть... Так я вот это все. Вы слишком... Ну... Слишком... 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 Сильно соберете свои руки, по ощущениям, по крайней мере. И молодому человеку, вероятно, это не очень нравится. Скорее всего. А может нравится, но он думает, что если она активная, ну, зачем я проявляю? А зачем мне проявлять активность тогда? То есть вы готовы, будьте готовы к тому, что если вы активны, то молодой человек будет менее активен. Иначе начали бессоровать. Так. Значит... Типа с чем-то, чего я додумывал, но у меня надо задал, говорит, давай поплезавтра, короче, если мне развивачки пора снимать. А из-за чего развивачки? Начали про стереотипы. Я спрашивал, как ты относишься к инициативе моей? Тебя не смуща. А зачем я буду спрашивать? Для чего? С одной стороны, меня иногда выбравят команды разборатом, но не навязываюсь ли я. Зависит от того, насколько искренне вы это делаете. Если искренне, естественно, то нет. Ладно, вам нужно учиться доверять себя. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я надеюсь, что вам понравилось. До свидания. До свидания.